Всем привет! Мы на канале Баранки Гну, меня зовут Карина и сегодня я покажу вам, как сделать букет из съедобных цветов. Сами цветы будут из сахарного печенья, которое мы не так давно готовили. Ссылку на это видео я оставлю внизу в инфобоксе или нажимайте вот здесь. Это отличная альтернатива живым цветам, такой букет можно дарить абсолютно на любые праздники, а осенью это весьма актуально к поздравлениям учителей и воспитателей. После приготовления еще теплое печенье сразу накалываем на шпажки, пока оно еще мягкое. Для украшения пряников я приготовила глазурь разных цветов, средней консистенции, чтобы заливать и делать ей контур. Подробный рецепт приготовления глазури уже есть на нашем канале, ссылку я оставлю под видео. Для начала я размечаю контуры будущего рисунка карандашом на печенье. Также можно воспользоваться кондитерским маркером. Затем делаю контур одного лепестка и сразу заполняю внутри. Немного трясем печенье для того, чтобы заливка быстрее растеклась. Следующий лепесток делаем на расстоянии, то есть через один, чтобы они не слились воедино, пока еще не высохли. Также обрисовываем контур и заливаем внутри. Таким образом заливаем все лепестки через один. И далее даем печенье немного подсохнуть. Когда оно достаточно подсохло, можно приступать к остальным лепесткам. И также заполнять их. Снова даем цветку немного подсохнуть, а потом заполним центр. И после того, как он подсох минут 20, я решила сделать небольшие крапинки более темного цвета. Со следующим цветком поступаем примерно так же. И я решила сделать из него подобие василька. Для этого по краю наливаю один цвет, заполняю его. И ближе к центру наливаю синий цвет. И пока глазурь еще влажная, растягиваю синий цвет к голубому с помощью шпажки. И не забудьте, что соседние лепестки надо заполнять тогда, когда глазурь уже подсохла. Чтобы они не слились воедино. По такому же принципу делаю все оставшиеся цветы. Здесь уже дайте волю своей фантазии и расписывайте так, как вам больше нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, вот такие цветы у меня получились в итоге. И когда они уже полностью высохли, теперь я буду формировать из них букет. Для того, чтобы белые палочки не выглядывали из букета, я решила их сделать более натуральными. И при помощи флористической тейп-ленты обмотала каждую шпажку. Это вы можете делать по желанию. Так поступаю со всеми цветами. Предварительно я наметила макет букета и теперь по очереди соединяю каждый цветок. Это можно сделать как при помощи той же тейп-ленты или обычного канцелярского скотча. Посмотрите, вот такой букет у меня получился в итоге. Для оформления букета я взяла подарочную бумагу и бумагу тишью. Бумагу тишью я поместила внутрь, загнула края по бокам. И не забывайте, поскольку букет у нас все-таки съедобный, и возможно нести мы его будем на улице, надо, чтобы было все гигиенично. И для того, чтобы закрыть букет, я взяла флористическую пленку и поместила туда цветы. Закрепила степлером. И теперь произвольно упаковываю букет. Завязываю его лентой. И вот такой букет у меня получился в итоге. Всем, для кого это видео оказалось полезным, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. А также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы первыми смотреть новые выпуски. А я всем желаю удачи в приготовлении и до новых скорых встреч!